Почему мужчины очень боятся, когда их жены болеют? Как вы относитесь к медицинскому туризму? Но иногда меня останавливает боязнь, что с пациентом что-то может случиться, и я также в этом буду виноват как посредник. К сожалению, девушка не ходит, тем не менее, семья надеется, что она станет полноценным членом общества и будет счастлива. Следующий вопрос. Есть такая поговорка, что сильные всегда будут служить умному. Почему? Я все время спешу и почти всегда опаздываю. Тем не менее, хочу спросить, какая степень физической подготовки нужна для того, чтобы получить пользу от летних проектов, которые вы проводите в горах и так далее. Принято считать, что физическая активность стимулирует умственную деятельность. В моем случае все наоборот. Если я делаю физическое упражнение, то в этот день я не могу сосредоточиться и думать, может со мной что-то не так. Следующий вопрос. Меня интересуют вопросы правильного питания. Как и большинство людей, я люблю сладкое и не знаю, как отделяться от этой привычки. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влада». Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Посмотрите под эту рубрику, пожалуйста. Есть график нашей тренинги, есть график, где можно купить книги, и есть почта, где можно задавать свои вопросы. Дорогие мои, отвечаю на ваши вопросы. Уважаемый Садмрод, у меня такой вопрос. Почему мужчины очень боятся, когда их жены болеют? У них какой-то иррациональный страх. Я неоднократно замечал такое за сильной половиной человечества. В большинстве случаев женщины способны самоотверженно ухаживать за своим мужчиной. А вот мужчине делят это очень редко. Есть немало случаев, когда мужчины бросают свои семьи и исчезают в неизвестном направлении, когда жена или ребенок неизлечимо заболели. Я не хочу чернин мужчин, просто хочу понять, что в их природе есть такое, что не позволяет им проявлять мужество в эти трудные моменты в жизни. К сожалению, такое есть. К сожалению, есть мужчины, которые начинают на место того, чтобы быть опора для детей, для жених трудные минуты, и они начинают отказаться от них, бросают, уходят и так далее. Они выбирают легкий путь, они где лучше. Знаете, жизни всякие могут быть, жизни могут быть, такой случай могут случиться. Но сама идея в том, что часто иногда мужчины боятся, когда жена болеет, она связана с тем, что за детьми они проживают. Потому что мужчины не могут заботиться о детей, как мама, как женщина. За детьми они проживают, понимаете, детям тяжело становится. Мужчины, они не привыкли, они могут заботиться, но они не могут заменить место мамы. Поэтому, когда женщина болеет, это вообще мужчина тряется, все. А если мужчина болеет, он как ребенок, за него женщины могут ухаживать, заботиться и так далее. Но когда женщина болеет, мужчинам очень трудно. Реально это очень трудно. Не дай бог такого, не дай бог. Я врагу не пожелаю этого, чтобы жена болела. Если жена болеет, это вся проблема, вся семья, дети и так далее. А кто за ними смотрит? Поэтому мужчины боятся, когда женщина болеет. Поэтому, уважаемые мужчины, я рекомендую, оберегайте своих жен. Позаботьтесь о своих жен, обучайте своих жен. Знаете, дайте им надежду, вдохновляйте их. Знаете, это очень важно. Оберегите своих жен до тех пор, пока они еще, понимаете, зачем потом мучиться, когда они болеют. Не ругайте их, не бейте, не надо это делать. Наоборот, позаботьтесь о них. Я заметил, что чем мужчина умнее и мудрее, тем хорошо условия создать для свою семью. Чем он мудрее, умнее, чем лучше жизнь построить для свою семью. И самое главное, лучше заботиться о своей жене. Потому что ваша жена, она источник вашего удовольствия. Если она болеет, это и вы будете болеть. Поэтому потом причина, что мужчины иногда приживают, это есть такое, к сожалению, это есть такое. Потому что они приживают за детьми, за семью. Я читаю, что хороший мужчина, счастливый мужчина, который умирает даже раньше, чем жены. Тяжело мужчине, который умирает после жены. Ему очень трудно в старости. Мужчине же как дети. Поэтому не дай бог, чтобы жена заболела. Как вы относитесь к медицинскому туризму? В моей стране медицина развита хорошо, и к нам едут лечиться из других мест. Я хочу начать продвигать свой сайт с приложением медицинских услуг, как посредник между врачами и пациентами. Но иногда меня останавливает боязнь, что с пациентом что-то может случиться. И я также в этом буду виноват как посредник. Хотя в профессионализме и порядочности врачей я уверен. Как убирать из своего сознания эту негативную смысл? На это еще вы бы посоветовали бы мне обратить внимание при создании этого медицинского проекта. А вы знаете, вы не должны так думать. Вы должны наоборот думать, как вы можете помочь. Например, есть очень многие страны, очень многих местах, где медицина не так развита. Медицина реально не так развита, как должно быть. И знаете, эти люди тратят больше денег там, чем прийти у вас учиться и лечиться. Вы это должны понимать. Поэтому вы не должны думать о том, что с пациентом что-то может случиться и вы будете виноваты. С пациентом и могут дома что-то случиться даже. Поэтому просто надо убедиться, что те клиники, которые вы рекомендуете, они хорошие. Они действительно используют хорошую технологию. Они действительно профессиональные, те люди, которые там работают. Все. Как вы об этом убедились, создайте нормальные сайты и продвигайте это нормальное явление. Продвигайте на комиссионе, помогайте людям. Покажите им хороший путь. Вы помогаете людям выздоравливать. А если вы это не делаете, откуда люди знают, что там хорошо? Откуда люди могут знать-то? Они же не ясновидуши, чтобы догадать. Поэтому на место того, чтобы думать, что что-то может с ними случиться и вы будете виноваты, на место этого лучше концентруйтесь на том, что с больного все равно что-то может случиться, если он не найдет хорошую услугу, хорошего врача. И почему бы ему не помочь? Вы лучше фокусируйтесь на том, что вы можете этим больным пригодиться поддерживать их, чтобы они быстрее выздоравливали. Так что думайте об этом. Если соединение из них что-то произойдет, но десятка из них выздоравливает. А с тот один из них, который что-то произойдет, и дома лежали бы, все равно что-то произошло без них. Проверьте это так. Или даже у себя, даже если чилизови где-то, все равно что-то произошло бы. Поэтому из десяти, зато девять из них или восемь из них выздоравливает. Это же здорово. Думайте об этом. Следующий вопрос. Моя племянница родилась с онкологическим заболеванием. Несмотря на плохие прогнозы врачей и многочисленными химиопотропией, ей уже почти 10 лет. А, ей уже почти 10 лет. Мы продолжаем ее лечение и надеемся на лучшее. К сожалению, девушка не ходит. Тем не менее, семья надеется, что она станет полноценным человеком, общается обществе и будет счастлива. К сожалению, девушка не ходит. Тем не менее, семья надеется, что она станет полноценным членом общества и будет счастлива. Уважаемый Санур Рожавич, как вы думаете, как нужно воспитывать такого ребенка, чтобы она была успешной и ценили себя? Как балансировать требовательность и нежность в воспитании девочки, чтобы он, с одной стороны, не ожесточилась и не утратила женственность, а с другой стороны, была достаточно сильной и никогда не ощущала себя жертвой. Я хочу вам сказать, что такому ребенку просто дайте любовь больше. И борьба за жизнь автоматом делает ее сильнее. Понимаете, она же сама понимает, что она болеет. Боль заставляет человека быть очень сильными. А вы дайте любовь. Тогда она не будет хрупкой. То есть, любовь дает ей надежду, любовь и желание любить, и быть любимой среди своих членов семьи, автоматом заставляет ее стать сильнее. И с возрастами, годами, ей придется бороться за каждый Новый год своей жизни. Понимаете, естественно, обычный человек, естественно, растет. Понимаете, а ей придется от жизни стараться, чтобы в следующий год оставаться живым. Поэтому сама борьба и вот это чувство, это любовь, делят ее автоматом сильным. Так что дайте ей максимально любовь. Любовь очень хорошо поможет ей. Лечит ее. Любовь лечит ее. Забота, любовь, ласковость, вежливость, это лечит ее. В нашем семейном бизнесе всегда руководитель отец. Некоторое время назад у него случился инсульт. Он выжил, однако в поведении есть очень много нездоровых изменений. Мы стараемся не показывать ему, что он уже пора на покой и руководить организацией, должен кто-то из семьи. Отец обижается и скандалит, когда мы начинаем говорить на эту важную тему. Кроме того, со стороны появились нехорошие люди, которые пожелали воспользоваться сложными психическими состояниями отца и влезть в семейный бизнес. Среди рабочих бумаг мы даже обнаружили кое-какие документы на чужое имя. Пожалуйста, подскажите, что нам делать. Насильно с помощью врачей убрать родителя с работы мы не хотим. Это будет для него большой болью и стрессом. Он подумает, что мы его предали. С другой стороны, он уже не отвечает за свои поступки. Врачи дали ему инвалидность, однако в его руках печать и основные документы компании. Плюс нехорошие люди, которые могут в любой момент воспользоваться его болезнью и лишить нашу семью бизнеса и недвижимости. Просто, конечно, чтобы ему не было болезнений, ему не было стрессово, вам надо просто поговорить с ним о будущем плане. О будущем плане, что кого он хочет обучать. Будущий план, папа, какой у вас план дальше? Отец, скажите, пожалуйста, какой у вас план дальше? Как я могу вам помочь, чтобы ваш план был реализованным? Когда вы зададите ему вопрос, я на миллион процентов уверен, что у него есть какое-то свое видение, какой-то свой план. Тем более, если ему давали инвалидность, человек уже задумался. Просто он выдержит, потому что ему жалко его труд, его работа и так далее. Поэтому он пытается как-то вырваться, как-то выдержит и так далее. Но если вы зададите ему вопрос, папа, у вас какой план, что вы планируете, как вы видите, кого вы подготовите, даже если вы не просто кого вы подготовите, он сам скажет вам, что ты знаешь, я хочу, чтобы твой брат или я хочу, чтобы твоя сестра продолжала то, что делаю я и так далее. И когда вы говорите, какой твой план, он начнет разговор, поддерживайте его разговор, чтобы итоги заканчивались разговор тем, что кто-то должен учиться то, что делает он, пока еще у него здоровье позволяет, пока у него есть возможность обучать кого-то из вашей семьи. Понимаете? Просто поддерживайте разговор к этому. Ему обидно, ему больно, чтобы никто, возможно, из вашей семьи вовремя не хватался, вовремя не вязался за это. Ему больно это. Многие родители мечтают, чтобы их труд не исчезла после их смерти. Много родителей думают, что они это все делают, это все борются, много работают ради свою семью, ради своих детей. Поэтому, когда вы поговорите с ним о будущем, план, это не означает, что вы ему пожелаете смерть. Нет. Если он инвалидность получал, он сам уже об этом давно думает. Просто вы должны сказать, отец, как мы можем помочь тебе? Расскажи, пожалуйста, какой у тебя план? Как ты это видишь? Как ты скажешь, мы так и делаем. Просто так надо говорить. И посоветоваться, сказать, папа, вы уже болеете. Это же вам не секрет, что вам давали уже инвалидность. Давайте сейчас работу будем делать. Мы, просто, кто, кого-то из нас, пока у вас еще есть здоровье, еще чуть-чуть осталось шанса, обучайте кого-то нибудь из нас. Поверьте, любой человек это осознает. Болезнь – это сильный урок. Возраст – это сильная школа. Обучать любого. Следующий вопрос. На новой работе у меня сложилось хорошее отношение с коллективом и руководством компании. Однако руководство компании – это муж и жена. Наредко посвящаются меня в своей смене вопроса. Недавно спруга решила разойтись, и каждый начал тянуть меня в свою сторону. Мне жал, что их семья распадает. Но я не друг семьи, не юрист и не психолог. Они обижаются, чтобы не усуглюблять ситуацию. Я решила уволиться. Я никогда не считала себя другом их семьи. Однако, прежде чем уйти, решила спросить у вас, уважаемый господин Довлатов. Может, еще есть какая-то возможность для меня сохранить хорошую работу и при этом держаться, держать правильную дистанцию с руководством. Что мне нужно сказать руководителю мужу и руководительнице жени, чтобы поставить правильные границы и заставить их уважать мое право на личное пространство и спокойную работу. Вам не надо увольняться. Выделите свою работу. Вы там не для того, чтобы просто между ними быть судьей. Если кто-то из них просит и рассказывает вам свое состояние, вы будете просто держите точку зрения справливости. Не будьте судья, не будьте психологом. Ничего не говорите. Просто говорите, что я вас понимаю. Дайте им знать, что вы здесь просто работник. И вы просто хотите, чтобы работа шла хорошо. Дайте им знать об этом. Если даже они начнут вам говорить, жена говорит, что вот ты видишь, он так делает и так далее. Почему они так делают? Потому что они на вас ищут точку, то есть они ищут на вас поддержку. Муж ищет на вас поддержку, чтобы вы сказали, что ты прав. Жена ищет поддержку, чтобы вы сказали, а ты права. А каждый раз, когда кто-то из них что-то вам говорит, вы скажете, что знаете, я хочу, чтобы просто вы поняли, я тут просто работаю. Я делаю свою работу. Я честно не могу ничего вам сказать, он правильно делит или неправильно, или она права или неправа. Просто не поддерживайте разговор в этой теме. Аккуратно приведите разговор на работу. Один раз, два раз аккуратно приведите разговор на работу и всегда говорите, не переживайте, все будет хорошо. Конечно, мне жаль, что вы разводитесь, но надеюсь, что у вас будет хорошо. Скажите, пожалуйста, заказ приняли, товар отправили, скажите, пожалуйста, эти бумаги, вот бумаги, которые вы мне поручили, я привез. То есть аккуратно разговор введите на работу, Но не поддерживайте, не продолжайте костями друг друга. Не продолжайте поддерживать, когда они ноют про друг друга. Хорошо? Вы просто аккуратненько вводите разговор к работе. Просто, когда вы начнете только работать, говорить со временем, они привыкнут, что с вами не надо говорить, что их не сменят отношения. Пусть они между собой разбираются. Вы там не для этого. Не увольняйтесь, продолжайте работать. Следующий вопрос. Есть такая поговорка, что сильные всегда будут служить умному. Мир бизнеса – неопровержимое тому доказательство. В этом смысле меня всегда интересовал момент пропорционального соотношения психического и физического здоровья предпринимателя. Какова, на ваш взгляд, норма здоровья ума, души и тела, а также их соотношение? Чтобы человек мог полноценно жить и работать? Очень необычный вопрос. Я хочу повторно прочитать его. Есть такая поговорка, что сильные всегда будут служить умному. Это похоже, наверное, телеклонители и так далее. Они имеют, что физически сильный служит умному. Всегда было так. Армию должен был управлять сильный полководец. Мир бизнеса – неопровержимое тому доказательство. В этом смысле меня всегда интересовал момент пропорционального соотношения психического и физического здоровья предпринимателя. Какова, на ваш взгляд, норма здоровья ума, души и тела? А также их соотношение, чтобы человек мог полноценно жить и работать. Знаете, здесь такого говорит, что какое-то соотношение, там 30% или 40%, 50%, такого конкретного вы не найдете нигде. Я хочу вам сказать, что гармонично развитый человек, например, гармонично развитый человек, у которого хорошее душевное состояние, то есть он умеет любить, он умеет простить, он умеет вдохновить, это его душевный, он здоровый человек. Понимаете? А умом здоровый человек, кого можно называть? Это тот, который здоровый ума у него, то есть рассудительный, сообразительный, дальновидный, он умеет выбрать приоритеты и так далее. Это здоровье ум. Это видно, что это человек здоровье ум. А вот здоровье тела, это понятно, человек, который физически здоров. Поэтому сказать, что есть какое-то соотношение между ними, такого невозможно говорить. Потому что если вы в душе боль испытываете, например, у вас развод, у вас там, не знаю, любимый человек бросили, в душе вы испытываете боль, в себе чувствуете унижение, ревность, злость, зависть и так далее. Вы в душе больной человек, в душе ранимый человек. Понимаете? А если тело болеет, все равно вы чувствуете. А если у вас там, скажем, что вы постоянно не можете найти выход из ситуации, получается, что вы умом недоразвите, постоянно ограничения чувствует человек и так далее. Соответственно, вы будете сталкиваться с такими вещами. Ровно такая пропорция нигде нету. Но я для себя такую формулю держу. И она мне помогает. Я расскажу вам. Я делюсь с вами своим опытом. Я всегда смотрю на свою руку и себе задаю вопрос. Все мои пальцы одинаково, одновременно выросли. Чтобы мой кулак был сильнее. Значит, все параметры моей жизни для меня важны. Что касается моего здоровья, что касается душевного состояния, что касается моего духовного, умного, они все одинаково важны. Их надо одинаково развивать. По душевным состояниям я что имею в виду? Мои мечты. Это то, что дает мне удовольствие. Я должен заниматься делать то, что дает мне пять видов вознаграждения. Когда вот это пять видов вознаграждения я получаю, значит, все эти три направления нормализуются. Например, первое. Я должен заниматься делать только то, что позволяет мне быть реализованным человеком. Жизнь она одна. И не надо тратить время на те дела, которые тебе не помогают быть реализованными. Второе. Я должен делать только те дела, которые дают мне умственное вознаграждение. То есть я должен стать умнее по сравнению с в часами, занимаясь этим. У меня должно быть умственный рост. Третье. Я должен делать то, что дает мне душевное вознаграждение. То есть это должно мне нравиться. Это должно мне давать вдохновение. Она не должна меня сильно напрягать. Под напряжение, под давлением долго не работаешь. Устаешься равно. Следующий, четвертый. Это, чем я занимаюсь, должно мне давать духовное вознаграждение. Духовное вознаграждение, что такое? Это когда я делаю какую-то работу, я с пониманием, что эта работа будет говорить за меня, когда меня не останет. Например, я построю эту дорогу, эта дорога говорит за меня. Что за человек строили эту дорогу? Это здание говорит за меня. Я пишу эти книги, эта книга говорит за меня. Даже уборщик, который полу моет, это пол говорит за него. Это уборщик, насколько добросовестно делит свою работу. Пятый вознаграждение, это денежные вознаграждения. Денежные вознаграждения как раз мне позволяют обеспечить мне хорошую жизнь. Надо делать ту работу, которую тебе хорошо обеспечивают. Не надо работать там, где ты чувствуешь, что эта работа тебе не позволяет жить достойно. Если три года вы работаете где-то, и эта работа не дает вам достаточно денег, чтобы вы нормально могли жить, значит, это плохая работа, не надо там работать. А вот видите, пропорционально, чтобы все эти вещи развивались, именно надо заниматься любимым делом. Тогда вы не устаете. Когда вы любимым делом занимаетесь, активнее образ жизни будет у вас. Вы будете с утра до вечера бегать, ходить, и вы будете находиться в потоке созиданий. Вы даже не устаете. Тогда у вас будет гармонично все развиваться. Следующий вопрос. Если выбрать между здоровьем духа, души и разума, и здоровьем тела, что вы выбрали бы и почему? Я не могу выбрать одну, я выбрал бы все. Поверьте, это так. Если между ними выбрать, между ними выбрать, люди говорят, что здоровьем теле здоровье дух. Так? Если мне пришлось бы выбрать между ними, я выбрал бы здоровый дух. Потому что я видел, что если дух сильный, можно телу выздороветь. Если дух сильный, и ты победишь душевное состояние. Ты можешь простить, ты можешь... А если дух сильный, ты не сломаешься, ты учишься, и ум развиваешь. Я повторяю, если дух сильный, то есть человек, который имеет сильный дух, то есть сильный характер, сильный дух, он будет до конца пойти. Я бы выбрал сильный дух. Я видел людей, которые... Вот я же только что пример привез. Мои ученики, которые даже инвалиды, которые болеют, которые даже люди, которые с ограниченной возможности, но от того, что дух проснулся, дух сильный, они что-то делали. Я вижу людей, которые слепее, но они что-то делают, изобретают, работают, делают. Это духом сильные люди. Вот. Следующий вопрос. Я все время спешу и почти всегда опаздываю. Это напрягает моих партнеров и даже сотрудников. Кроме того, это сильно сказывается и на моем здоровье. Часто недосыпаю, устаю. Если высплю, то мне говорят, что выгляжу на 10 лет моложе. При этом очень много дел и направления работы по жизни. Все нужно успеть, потому что на меня большая ответственность. Как мне привести себя в порядок? Не спешить везде, успевать и не опаздывать, выспаться и выглядеть соответственно своему возрасту. Вы прямо моё копия. Вы прямо моё отражение. Вы знаете, я был такой 100% как вы. С годами я понял, что я не могу так работать вечно. А потом я просто взял несколько правилей. Вы почему так живёте? Знаете, потому что у вас нет конкретных планирований. Запомните, вы постоянно занимаетесь операционными делами, а не стратегическими. Поэтому постоянно вы бежите, постоянно вы опаздываете, постоянно вы не успеваете, морально вы устаете и так далее. Что я начал делать? Я не говорю, что всегда идеально всё получается, но во многом это мне помогает. Еженедельное планирование сильно разгружает вас. Займитесь еженедельным планированием. Еженедельное планирование очень хорошо поможет вам, конкретно разгружает вас от этой нагрузки. Еженедельное планирование. Каждую неделю планируйте. Первое. Что вы должны делать? Второе. В год ставьте перед собой максимум 7 до 10 ключевые стратегические цели. Много не ставьте. Третье. Еженедельное. Ставьте перед собой 6 задач. 6 задач. 1, 2, 3 не надо. 6 это максимум 8 в день. Вы должны 6 задач решать. Четвертое. Используйте правило 2 минуты. Что такое правило 2 минуты? Это значит, что любой вещь, которую за 2 минуты можно делать, лучше не откладывайте его, сразу сделайте. Например, кто-то принес вам бумагу, подпишите эту бумагу. Кто-то вам говорит, позвони туда или отправь мне почту или отправь мне это. А вы говорите, да, хорошо, потом забывайте, потом в голове, ой, не забудь Андрею отправлять почту, ой, не забудь этому писать, ой, не забудь звонить этому. Лучше делать это сразу. Используйте правило 2 минуты. Если вы эти 4 мои советы соблюдаете, вы навсегда избавитесь из этой вашей спешки. Вот увидите. 5 мой совет. Любое дело, которое кто-то другой могут делать за вас, лучше делегируйте. Тогда вы успеваете еще больше делать. У вас еще делегируем. Если вы научитесь делегировать, научитесь поставить задачи и так далее, у вас еще больше появляется возможность успевать. Тогда вы успеваете еще больше делать. Следующий вопрос. Уважаемый господин Довлатов, я очень хочу учиться у вас. Мне нравится смотреть ваши видео, где большое количество людей участвуют в летних проектах. Я бы тоже хотел быть там вместе со всеми. Но у меня есть некоторый страх, но я не понятен. Но я что я но у меня есть некоторый страх, что я не подтяну физически. Ведь для того, чтобы ходить со всеми в горы, жить в палатках и совершать дальние пищи, приходы, нужна определенная физическая подготовка. Тем не менее, хочу спросить, какая степень физической подготовки нужна для того, чтобы получить пользу от летних проектов, которые вы проводите в горах и так далее. Дорогой мой или дорогая моя, кто бы вы ни были, приезжайте, не приживайте. Для вас, для вас, именно подходящий, для вас, я подберу и физическую нагрузку, я подберу для вас и нормальный уровень занятия. Запомните, помните, что я говорил вам, когда про консультации или чего-то говорил, мы одеваем свои знания под размером того слушателя, который к нам приходит. И у нас бывали люди, у них сердечное заболевание, бывали люди, которые здоровят, ну так сложилось, что они поправились и так далее. И я этих людей не заставляю подниматься в горах, они идут столько, 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 они должны пойти. Почему? Потому что это высокоглория. мы занятия построили для того, чтобы быть полезными, а не для того, чтобы уничтожать людей. А мы это сделали для того, чтобы не то, чтобы заставить их еще болеть и хуже стать, нет, наоборот, чтобы раскрыть и выбраться из этого яйца. Например, человек привык к своему яйцу, это зона комфорта жить. Мы говорим, что ты должен, если хочешь больше добиться, выйти из этого яйца. Посмотрите, это философия яйца, очень хорошая философия. В каком плане? Посмотрите, когда вот вот с пленок или чего-то, который внутри яйца, да, пока сам не вырвать, изнутри не сломай яйцо, не вырвать, снаружи, если вырвать, она умрет. Поэтому очень важно, чтобы изнутри сам человек вырвался из этой ситуации. У него должно быть жгучее желание вырваться из этой ситуации. А мы помогаем ему. Мы являемся просто трамплином для его мечты. Поэтому приезжайте, приезжайте на наши летние проекты. Вам понравится там. Очень хорошо проходят наши летние проекты. Вам очень понравится. Я уверен, что это вам очень сильно понравится. Следующий вопрос. Принято, принято считать, что физическая активность стимулирует умственную деятельность. В моем случае все наоборот. Если я делаю физическое упражнение, то в этот день я не могу сосредоточиться и думать, может со мной что-то не так. Нет, делай все в привычке. Делай все в привычке. Если вы физическая нагрузка один раз, два раз, три раз, пять раз, десять раз делаете, соответственно, ваше тело еще больше будет генерировать энергии. Вы должны понимать, что вот спортсмен сегодня поднимает 20 килограмм. через год он может поднимать 50 килограмм. Откуда? Почему он могут поднимать 50? Потому что его тело генерирует энергию. Ваше тело то же самое. Но очень важно, чтобы вы больше энергии не направляли в теле. Очень важно так. У вас будут источник энергии и количество жизненной энергии ограничено. Либо вы его направляете в тело, либо направляете ум. Послушайте мне, например, почему большинство людей остаются бедными? Потому что с утра до вечера работают. Когда с утра до вечера работаешь, так устаешь, что с силой не остается думать. Человек так устает, что он говорит, ты знаешь, я что-то так устал, ничего не хочу, не хочу, ничего слышит даже. Потому что вся энергия потрачена физически. Поэтому вы должны четко понимать, что вы работаете, ваше тело начинает производить энергию, но вы балансируете его и больше начнете умств однодумать. Потом работаете с тела, начнете умственно думать, работаете с тела, начнете умственно думать. Тогда тело активнее, генерирует энергию, и вы энергию тратите на ум. Тело должно производить, ум должен тратить. Но если вы каждый день с утра до вечера максимум работаете физически, получается, что все энергия, тело съедал, и тогда ум не могут питаться эта энергия, поэтому он не соображает. Это секрет. Большинство людей не осознают, не понимают, что это такое. Поэтому посмотрите, люди, которые огороды работают, люди, которые физически много трудятся, им никогда думают, потому что они просто устают. Вот. Следующий вопрос. Меня интересуют вопросы правильного питания. Как и большинство людей, я люблю сладкое и не знаю, как отделяться от этой привычки. Бывает, долго держусь, но потом резко набрасываюсь на сладкое и все старание на смарку. Когда пользуюсь Гербалайфом и другими вспомогателями, продуктами, то это немного помогает. Даже значительно похудею, то есть похудел, но стоит оставить продукт в сторону, как аппетит нарастает и все возвращается как быт. Вы знаете, если вы любите сладкое, вы сладкоежкое, и ты там не знаю и так далее, если вы очень любите сладкое, ничего в этом плохого-то нет, это нормально, если вы любите сладкое. вот, если вы любите сладкое, это нормально. Почему? Я сейчас объясню. Потому что гемоглобин нужен, это сладкое, мозг должен именно потреблять. Я тоже сладкоежка, я очень люблю сладкое, но я очень много всякой сладкой кушал раньше, торт, конфетти, все подряд, а теперь у меня появился хороший способ как с этим справиться. Знаете, что я делаю? Я просто каждый день ставлю возле себя мед, 2-3 ложки меда и все, в течение дня мне вообще не тянет на сладкое. И это позволяет, мед очень полезно, во-первых, во-вторых, она, вы от него никогда не поправляетесь, и во-треть, зато у вас вот это чувство тяга к сладкому, она уже наестся, и дальше вы не смотрите ни на конфеты, ни на что-то другое, так что поставьте мед, и пара ложка меда, покушайте, все будет нормально. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику к вашим услугам Сайдмурадов и пожалуйста пишите внизу хотя бы минимум 3 ценные совета, что вы получили, какой совет вы получили из этой рубрики в комментариях пишите пожалуйста к вашим услугам Сайдмурадов Лад это все что помогает большим количеством людям